Добрый день, с вами Дивная Лока Натур Сад. Мы сегодня в тропическом раю. Сегодня прогуляемся и посмотрим, как у нас зацвела бугенвилия. Вот такие красивые растения мы выращиваем. В горшочках формируем вот такие небольшие, но с крепким стволом растения. Ну, как бонсай. И вот это растение, оно очень обильно цветет. Прям очень радует своим цветением. И есть у нас растения разного размера. Вот такие прекрасные цветы, которые могут украсить любой интерьер, любую территорию. Прям очень сильно радует своим цветением. Сейчас мы пройдем. Здесь у нас прилично растений. Мы любим это растение за его невероятную красоту. Ну, наверное, кто был в Азии, все знают, что это растение вообще абсолютно везде и всюду можно увидеть. Почти в каждом дворе, везде все территории, которые вдоль дорог и прочее украшают. Вот есть вот такой вид еще, очень яркий, прямо очень пестрый, красивое растение. Вот такие нежно-розовые цветы. Вот нету листьев, зелени вообще нету, а есть только одно цветение. Так что бугенвилья радует весной. И она, в общем-то, может цвести все лето. Это вот здесь одно такое растение, крупное. Вот такая красота невероятная. Розовое облако. Ну и тут же, конечно, сейчас весна. Все очень активно-активно цветет. Особенно здесь цитрусовые. Запах здесь держится такой очень-очень устойчивый. Где-то уже отцветают. И вот мы сейчас посмотрим, да. Вот уже здесь очень-очень много завязи. Это мандарин у нас. Можно так стряхнуть. Это уже осыпаются отцвевшие бутоны. Конечно, цветов очень много, но не все завяжут плоды. Потому что растение регулирует свои возможности корневой, чтобы напитать огромное количество плодов. Все равно ресурс растения не справится с этим. Поэтому растение всегда возьмет ровно столько, сколько сможет. Вот мы видим, да, какие завязи тут. Очень красиво. И вот как многие спрашивают, как подкармливаем цитрусы. Я вам сейчас покажу здесь на примере. Здесь, кстати, апельсин цветет. Тоже очень-очень обильно. Прямо так вот нижние ветки. Уже много-много-много плодов. Осыпаются бутоны. Ну, знаете, лепестки цветов. И вот как мы подкармливаем. Это у нас фактически хвоя. Это хвойный опад. Но он у нас уже лежал где-то года два. Вот здесь видно даже шишки от хвойных деревьев. И вот так вот мы всю площадь под цитрусовыми засыпаем вот этим опадом хвойным. И я как бы начал понемножку изучать, чем подкармливать лимоны. Но мне не хочется использовать какие-нибудь удобрения, скажем, такого минерального плана. Хочется живые продукты получить, получить лимоны, которые без всякой химии, без удобрений. Поэтому я изучал и читал, что для хорошего урожая цитрусовых их там надо подкармливать янтарной кислотой. Ну, короче, кислотами. Я понял, что это, в общем-то, кислолюбивая, любит кислую почву растения. Я попробовал, насыпал хвои, и вот я вижу, какой результат. Результат меня очень радует. Ну, конечно, это не свежая хвоя. А вот это у нас фрагола. Апельсинчик с красной мякотью. Вот огромное количество тоже завязи. Вот здесь все ветки на нём, прямо в бутонах. Очень мне понравился это. Не очень крупный апельсин, но с такой очень вкусной мякотью. Такая у него фруктовая, ягодная нотка во вкусе. Вот так вот у нас цветут цитрусы. И, в общем-то, цитрусы, пока я не подкладывал хвою, они немножко страдали. Ну, скажем, хлорозили, какие-то листья были желтоватые, ещё что-то, какие-то прожилки были на листьях. А как стал использовать хвою, то сразу как бы цитрусы изменились. Растут очень активно. Ну, пробуем вот некоторые цитрусовые. Вот эта помелла очень мне понравилась. Некрупная плоды, не очень крупные, но мякоть, как вот в крупных магазинных плодах, такая же по объёму, а шкурка здесь просто не очень толстая. И вот мы пробуем помелла при этой воздушными отводками укоренить. Попробовали апельсин. Да, я знаю, что некоторые сорта вообще не укореняются. Некоторые укореняются. Это вот египетский апельсин. Здесь он уже чуть раньше цвёл. И здесь уже фактически вот можно наблюдать будущее урожае. Вот сколько здесь завязи плодов. Ну, прилично, прилично очень растение цвело. И я вот смотрю, оно как бы регулирует. Какая-то маленькая тоненькая веточка цветёт. И на этой веточке не образуется там больше двух плодов. Все остальные там завязи опадают. Ну, остаются только самые такие надёжные, крепкие. Вот такой вот апельсинчик. Очень обильно цвёл. Вот уже даже некоторые завязи прям вот так хорошо, хорошо, очень увеличивается в размерах быстро. Ну, ещё много, много цветов, бутонов. Я, конечно, не специалист по цитрусовым. Но результат вот подкормки хвойными я заметил. Очень ощутимый. Так что вот весна. Бугенвилли и цитрусы, апельсины, мандарины, лимоны. Очень радует этой весной. Прямо своим цветением, своим ароматом здесь. Прекрасно. Всем доброго дня. С вами Дивная Лока, Натурсад. Подписывайтесь на наш канал. И будем вместе. Будем дальше снимать для вас новые и новые видео. Спасибо. Спасибо.